В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте. Я с удовольствием знакомлю вас с гостем сегодняшней программы Алла Числавовна Гракова, врач-дерматовенеролог Могилёвского областного кожного венерологического диспансера. Алла Числавовна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в программе «То, что доктор прописал». И очень рада, что мы сегодня будем говорить о солнышке, о загаре и, естественно, о коже, да, как солнышко влияет на кожу. Очень приятно говорить о солнце, потому что нам его этим летом действительно не хватает. Мы уже заждались, поэтому само слово «солнце» уже располагает, наверное, к улыбке, к какому-то прекрасному настроению. Ну и, наверное, в начале программы о благотворном влиянии солнца на кожу мы поговорим. И вообще солнце на организм. Да, именно солнце на организм, потому что вот это важно. Кроме того, что мы улыбаемся все. Да, улыбаемся тоже. Почему? Есть же механизм, почему мы улыбаемся благодаря солнцу. Да, вырабатывается серотонин благодаря солнышку. Это гормон радости, счастья, удовольствия. То есть действительно мы видим солнце, мы улыбаемся, мы радуемся, и жизнь уже другая. Да, где-то депрессия. Солнечная. Солнечная жизнь. Да, как вы говорили, жизнь солнечная. Ну вот, опять же, благодаря тому, что вырабатывается днём серотонин, ночью у нас вырабатывается мелатонин. Это тоже гормон, который успокаивает, помогает хорошему сну, да, помогает нам переключиться со сна с бодрствования на сон и обратно. Это очень важно. Это связка получается такая. Экологические ритмы, да, и наши правильные ритмы, встроенность в ритм окружающего пространства и планеты – это важный, в общем-то, принцип быть здоровым. Это залог здоровья. Правильная ритмика в организме. А солнце нам в этом помогает. Ну и плюс, конечно, общеизвестный витамин D, который вырабатывается в сальных железах. Опять же, обмен кальция благодаря этому тоже идёт правильно. Чем больше возраст, в общем-то, тем это более важно. Вот оно, солнышко замечательно. Вообще всегда очень приятно именно от доктора услышать, вот полезно пить воду. Приятно от доктора услышать почему. Вот мы все знаем, что солнышко полезно. Приятно очень от доктора услышать и полезно от доктора услышать. Почему? Потому что вот эта связка серотонин-мелатонин, она обязательно, да, для хорошего самочувствия. Вот вы прекрасно объяснили, вот оно, солнышко. Почему мы радуемся? Почему мы радуемся? Опять же, мы радуемся, а ночью мы отдыхаем. Тоже вот эта связочка. Алла Чеславовна, а что касается кожи, солнышка и кожи, заболевания кожи? У кого-то полегче заболевания, если можно так сказать, да, угревая сцепь. У кого-то посложнее заболевания псориаз и другие кожные заболевания. Как здесь быть с солнышком? Можно ли? Конечно, можно. В основной массе можно. Есть болезни, которые мы категорически запрещаем, потому что там явная связь облучения и активизации заболеваний. Пациенты об этом знают. Это развиция, да, это переоральный дерматит, это розовые угри. Есть такие заболевания. Но основная масса хронических кожных заболеваний всё-таки благоприятно протекает на фоне солнца. Но, есть одно но, это должно быть очень умеренно. То есть всё-таки в идеале это лучше потихонечку, медленно, постепенно. То есть многие говорят, я пойду и выжгу это солнце. Чревато. Во-первых, активизация процесса может быть. Ну, а во-вторых, всё то, что происходит, когда мы, допустим, передозируем солнечные лучи, что происходит в коже, да, это же, в общем-то, характерно для кожи и больной тоже. Там ещё более активно эти процессы протекают. Так называемое фотостарение. Его же никто не отменял. Более того, активно очень сейчас о нём говорят. Вот, давайте про фотостарение. Мы очень плавно перешли, да, от этих проблем к фотостарению. То есть сегодня действительно всё чаще и чаще говорят о фотостарении. То есть если раньше говорили, морщинки появляются, это возрастное, да. Ну, понятно, возрастные появляются, конечно. Но сегодня всё больше о фотостарении. Солнышко, ну, скажем так, не очень благоприятно для женщин. Да, давайте вот посмотрите, что происходит, когда солнце воздействует на кожу. Да, что происходит? Ну, часть лучей, которые там, часть лучей ультрафиолетовых, там спектр целый, да, они по-разному воздействуют на разные слои кожи. Там есть более поверхностные, есть более глубокие, есть очень глубокое воздействие. И любой организм, особенно кожа, настроена так, чтобы защищаться. Да. Вот защита – это и есть образование загара. То есть должно случиться нечто, да, в коже, раздражённое этими лучами. Активизируются клеточки, которые вырабатывают пигмент, это меланоциты. Пигмент играет экранирующую роль. То есть его должно столько отложиться в коже, чтобы он отражал эти лучи, чтобы они не подникали глубже и не разрушали то, что находится внутри. Почему ещё кожезащитный орган? Она и от этого тоже защищает. Она, как бы, страдая сама, защищает то, что внутри. Да, и вот эти страдания кожи, на самом деле, они потом визуально заметны. Потому что, когда это всё много, в больших количествах и долго, конечно, она начинает, кожа истощается. И вот бесконечно вырабатываться пигмент не может. Да, в норме он вырабатывается, когда он не нужен, начинает уходить. То есть почему мы белеем, например, зимой, да? Да, да. Загаржа смывается, уходит, он уже не нужен. То есть кожа отдыхает, да? Но если это бесконечно, летом солнце, зимой солярий, то есть происходит истощение кожи, и она уже перестаёт выполнять свои функции. И она начинает разрушаться. Разрушается волокна, внутри которой находятся. Вот это и есть фотосторение. То есть вот действительно, вот вы слово сказали, страдает, да? То есть вот эти морщинки от солнечного загара, от защиты, от того, что она отработала, вот эти морщинки и появляются после загара. Но ведь, наверное, все девочки замечали, что всё-таки загар на лице, он придаёт немножко возраста. Старит, старит. Будем говорить прямо. Вот кожа, да, отстрадала. И тут же мы замечаем, что ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Теперь ей нужны другие какие-то средства, о которых мы тоже сегодня поговорим. Алла Вячеславовна, вы немножечко затронули зимой солярий, летом солнышко. А есть ещё такая информация, вот буквально я её выцепила глазами, что меня поразило. Что зимнее солнце наиболее полезно для кожи, чем летнее. Вот прям таким образом стоит вопрос. Ну, могу объяснить, почему так пишут. Зимой, да, солнце есть, но оно не столь активно, поэтому кожа не страдает. Но при этом витамин D всё равно вырабатывается. Ну, вот вам польза и вот вам отсутствие вреда. Конечно, я согласна. Хотя до сих пор вот сейчас уже все специалисты говорят, что и зимой желательно пользоваться для лица фотозащитными кремами с малым фактором. Но ведь зимой, когда очень яркое солнце, редкие дни, сейчас так скажется, что и летом редкие дни солнца, и зимой. Мы же даже солнечные очки надеваем, потому что невозможно. То есть вот эта яркость, несмотря на то, что оно ласковое, несмотря на то, что оно полезно, вот и ваш совет, рекомендация действительно пользоваться тоже кремами с защитой. Да, да, с низким фактором защиты зимой пользуются всё равно. Алла Вячеславовна, немножечко ещё я, знаете, тоже слышала о том, что и солнечные лучи по-разному полезны. То есть вот этот спектр, вы немножко проговорили, когда фотоссорение затронули, да? То есть вот какие лучи солнечные наиболее полезны, какие наиболее вредны, которые... Ну, лучи А на нас действуют постоянно. То есть лучи А – это то, что неглубоко проникая в кожу, ну, вызывает лёгкое её раздражение, и тем самым вот этот самый первичный загар – это лучи А. Ну и лучи А при длительном воздействии – это утолщение кожи. Кстати, один из факторов защиты – это утолщение кожи. И разница в старении, например, фотостарении, старении естественным – это как раз в одном случае кожа утолщается, а в другом она истончается, атрофируется, да? Вот. Лучи Б проникают более глубоко, и спектр именно Б вызывает вот тот самый загар, который там держится у нас долго, да? Но лучи С – это наиболее опасные и серьёзные, они проникают довольно глубоко в кожу. Благо, именно С хорошо экранируется зоновым слоем. Вот. И поэтому нам их перепадает не очень много. А, то есть они не поступают, они не доходят до нас. Ну, так будем говорить, да? Они доходят в малом количестве. И больше всего их доходит именно в то время, когда у нас народ любит загорать – с 10 до 16. Вот. Опять объяснение вот этого вот вреда. Потому что если действительно лучи А, я так уже предполагаю, это утреннее время, ну, мы об этом поговорим, да? Это утреннее или там вечернее, которое, опять же, вы рекомендуете? Ну, они всё время присутствуют. А, они всё время присутствуют. Они присутствуют всё время, и они проникают даже через стекло, но они не столь опасны. То есть по большому коже, счёту, то есть по большому коже, они не опасны, если они в умеренном количестве. Если мы не жаримся там бесконечно на солнце, тогда весь спектр действует на нас, в том числе и А. А и Б, ну, вот С, ещё раз, да, хочется в программе повторить, это как раз вот эти самые вредные лучи, которые всё-таки достигают, да, несмотря на весь озоновый слой. Ну, он же сейчас истончён, мы же понимаем, что происходит. Да, мы понимаем все, что происходит, и что происходит с 12 до 4. Почему вредно, да? Вот опять же, очень полезно и очень приятно знать, почему всё-таки это происходит. В южных широтах с 10 до 4. С 10 до 4. С 10 до 4. Ну, собственно, время сиеста, когда начинается с 12 до 4, с 10 они уже все прячутся, прячутся, и, в общем-то, у них просто отдых в тени. Почему-то мы ещё... Не случайно. Но хотя, Лячеслав, уже меньше и меньше людей, наверное, вернее, больше и больше людей становится, которые в это время... Образовываются всё-таки. ...предполагают... Всё-таки читается много, и вот все эти передачи, которые, да, они оказались... Всё-таки уходят в тень. И если затронем мы не только море, солнце, отдых, летние каникулы и отпуск, но и дачи, то на дачах тоже люди, в принципе, уходят с 12 до 4. Будем надеяться. Будем надеяться. И будем надеяться после ваших советов и рекомендаций, услышав про эти очень опасные лучи С, да, люди будут прятаться именно вот от этих лучей. А-а-а, лучики приятные для кожи, для витамина D, для хорошего настроения, для выработки серотонина и мелатонина. Вот мы всё больше о пользе, 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 немножечко вреда затронули. Но всё-таки особенно вредно, вот, особенно вредно. Почему солнце особенно вредно? Ну, первое, что мне хочется сказать, это ожоги. Это ожоги, которые приводят потом... Ну да, неумеренный загар, конечно, это ожоги, и потом всё, что из этого истекает, да. Дальше мы загорать уже не можем, ожог – это выраженное воспаление кожи, мы должны лечиться, а не загорать, да. А потом, пока всё это облезет, а потом опять белая кожа и снова начинать сначала. Но ещё более опасный, конечно, риск – это всё-таки риск развития меланомы. Потому что сейчас, ну, всё больше и больше оборотов набирает этот вид опухоли. Видимо, по той же причине, что азоновый слой истончается, и агрессивность солнца увеличивается. Вот. Ну и поэтому желательно, конечно, все непонятные родинки, все родинки, которые вдруг изменились, изменили свой цвет, изменили свой вид, консультировать у онкологов. Особенно перед тем, как есть попытка там поехать на юг, позагорать именно в жарких странах. Потому что стимуляция вполне может быть. Алла Исуславовна, мы обязательно продолжим вот этот вопрос, да. Сейчас посмотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Затем продолжим беседу, смотрим. Нежная детская кожа гораздо тоньше, чем у взрослого человека и более восприимчивая к окружающей среде. В летний период она подвергается избыточной солнечной инсталляции, потому необходима её полноценная и адекватная защита. Ультрафиолет оказывает как положительное влияние, так может отрицательно влиять на кожу как и взрослого, и ребёнка. В силу того, что избыточная солнечная инсталляция запускает процессы радикального окисления, возможно возникновение различных заболеваний кожи, провоцируется рост доброкачественных, в том числе и злокачественных образований. Поэтому нужно следить за тем, чтобы ребёнок не сгорал. А это значит обязательная защита от ультрафиолета солнцезащитными кремами с высоким СПФ-фактором и пребывание на улице до 11 утра и только после 4 дня. Деткам до года открытые солнечные лучи вообще не рекомендуются. Защищать нужно и доброкачественное образование – родинки, пигментные пятна. На кожу в целом и в том числе на это образование должен наноситься крем защитный, который будет блокировать избыточное солнечное излучение. Открытые участки – это прежде всего лицо, шея, декольте, руки, кисти, стопы и обязательно ушные раковины. Про это мы забываем. Кремом нужно смазывать поверхность ушных раковин. Это как раз тот участок тела, который сгорает быстрее всего. На прогулке и после обязательно осматривайте малыша на предмет состояния кожи. При любых изменениях обратитесь к специалисту. Прежде всего нужно показаться на осмотр врачу. Дальше уже специалист определит степень злокачественности образования и необходимость осмотра. То есть если, например, на коже ребенка было образование, которое изменилось, видоизменилось, то есть оно начало субъективно беспокоить, вызывать зуд, изменило окраску, начало активно расти. То есть это показания прямое к осмотру врача и уже решению вопроса о дальнейшем диагностике и лечении. Лето, конечно, не та пора, когда нужно сидеть дома, ведь его все ждут и стараются максимально проводить время на свежем воздухе. Но узнать элементарные правила и обезопасить себя и своего ребенка, согласитесь, не тяжело. Алла Числавовна, мы обязательно в программе тоже еще разочек напомним нашим зрителям, когда можно загорать наиболее безопасно для кожи и для здоровья, когда категорически нельзя. Но сейчас я хотела бы чуть-чуть продолжить вот этот момент родинки, может быть, даже пигментные пятна. Кому нужно быть особенно осторожным, проконсультироваться до поездки к морю или после обязательно прийти, очень важно. Да, если что-то смущает из тех родин, так назовем их, то есть все, что есть пигментированное, если что-то смущает, не нравится, вдруг начало изменяться, вдруг начало менять цвет, расти непонятно как, конечно, консультация онколога необходима. Потому что, да, вопрос меланона сейчас стоит довольно остро. И опухоль одна из самых агрессивных, и метастазирует очень быстро, поэтому лучше перестраховаться. Ну и такие вещи подвергать воздействию солнечных лучей, оно уже стимулирующим действием было. Это зачем нам стимулировать то, что и так, возможно, уже стимулируется само. Поэтому, конечно, эти вещи стоит обращать внимание. Если что-то новое появилось, непонятное, тоже лучше проконсультироваться. Но вообще, если склонность есть к разным пигментным пятнам, веснушкам, конечно, солнце все это будет активизировать. Да, да, да. Конечно. Веснушки это вообще, да. И с этим, ну, поделать что-то, возможно, только защищаясь от солнца. Это единственный способ. Потому что других способов нет. Ну, а потом уже постфактумы отбеливания у косметологов, пожалуйста, там и пилинги, там и все, что хотите. Ну, слушая вас очень внимательно, потому что, кажется, мы все все знаем, но всегда в беседе с вами все равно получаешь какую-то информацию, которая действительно тебе очень важна. И слушая вот сейчас, я понимаю, что консультироваться у доктора нужно не только перед поездкой, да, вот если проблемы, если поедают. Да, совершенно верно. А вот просто в любое время, когда возникли вопросы. А перед поездкой к морю в жаркие страны, да, просто, может быть, уже какие-то профилактические советы, каким кремом воспользоваться. Кстати, вот сейчас очень хочу, чтобы, Алла Числавовна, вы именно вот про это поговорили. Крем с защитой, крем до, крем во время, крем после, воздостойкий, что обязательно должно быть написано на баночке. Вот это очень полезная информация. Ну, а нашим телезрителям я бы просто сказала, берите блокнотики и просто вот за Аллой Числавовной, кто особенно собирается к морю, в жаркие страны, где много солнышка, вам, конечно, захочется позагорать, просто записывайте сейчас буквы и цифры, которые будет говорить Алла Числавовна. Алла Числавовна, защита от лучей. Ну, у нас народ сейчас очень образован. Да. И о кремах знают многие и пользуются ими, да. Вопрос, как правильно. Да. Ну, конечно, всё зависит от типа кожи, потому что типов кожи этих известно достаточно много, да, шесть типов кожи от очень-очень белой беспигментной до чёрной. Да, и даже чёрной, допустим, вот негроидная раса, это шестой тип, он чёрный, там пигмента очень много. Им тоже нужно защищать такую кожу, всё равно, это я уж так по беседе. Ну, там природа предусмотрела всё, кстати, именно там в тех вот местах очень мало меланом, и очень большой процент меланом у негров-альбиносов, то есть негры, у которых нет пигмента. Вот есть такие, да, и именно там самый большой процент меланомы. То есть, да, всё-таки защита, защита уже изначально присутствует там, да, так природа распорядилась. Ну, потому что живут на солнце. Но это, конечно, не о наших широтах, это не о нас. То есть даже брюнеты, которые очень хорошо загорают, быстро, это говорит о том, что да, организм работает хорошо на защиту, всё равно надо помогать. Помощь нужна для того, чтобы избыток солнца не вызвал вот те самые фотостарения. Конечно, глубина проникновения лучей С всё равно никто не отменял её, да. И лучи Б при длительном воздействии на кожу, они всё равно меняют её. Это и усиление сухости, и шелушение, и утолщение кожи. Все признаки фотостарения. Все пользуются кремом, несмотря на то, что ты брюнетка и хорошо. Да, но чем более светлая кожа, тем больше должен быть процент. Конечно, SPF 50, вот те цифры SPF, да, солнечный защитный фактор, он в цифрах выражается, там от 4 до 50. Ну, считается, всё, что выше 50, это уже не совсем, то есть пока ещё не достигла наша промышленность такого, ну, скажем, и наука, такую возможность, чтобы крема выше SPF 50 были абсолютно безопасны. То есть всё равно же вводятся какие-то вещества, которые должны экранировать. Да, экранируют вещества, вот там, вполне определённые. Вот, и они в большой концентрации не совсем полезны для кожи. Ну, поэтому берём 50, да, за точку отсчёта. Вот эти 50, это для лица, всех, кто начинает загорать, да, для деток обязательно, да, детки, это вообще отдельная тема, да. Детки, да, это отдельная тема, это отдельная тема. Вот, ну, а потом, когда уже загар, в общем-то, более-менее наступит, то есть крема не мешает загару, он всё равно формируется, но он формируется правильно и красиво, без ожогов, да. А потом потихоньку можем переходить на тот же SPF 30, там, для лица, а тело начинаем именно с SPF 30. То есть лицо SPF 50, тело SPF 30, с наступлением загара, ну, можно переходить, например, SPF 25 на тело, да. Ну, честно говоря, лицо бы я не стала убирать SPF 50. Вот я бы посоветовала всем телезрителям прислушиваться именно вот к этой рекомендации. Потому что лицо – это лицо, кожа очень. И пусть оно не будет коричневым, шоколадным. Очень быстро морщины появляются, да, согласна? Да, конечно. Вот, поэтому давайте лучше беречь, пусть оно будет чуть-чуть загорелым. Оно даже и красивее, когда оно не коричневое, а слегка такое, да, слегка нежно-шоколадное. Да, 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 такое приятно. И сегодня, опять же, хочется сказать, вот не модно, я редко употребляю, модно-немодно, но сегодня действительно не модно вот этот вот чёрный загар. Ну, он не моден. Потому что он нездоровый. Потому что он нездоровый. То есть мы психологически, внутренне, да, чисто интуитивно, вот это начинаем ощущать, что это нездорово, поэтому он не выглядит красиво. Но ещё когда мы видим, да, подчёркнутые морщины на фоне загара на лице, да, казалось бы, молодая женщина, да, лицо старое. Или очки светлые. Или светлые очки, да. А коричневое лицо. То есть по лицу определились, и я думаю, вот та рекомендация, которую вы сказали, 50 на лицо вы бы вот её оставляли в течение всего отдыха, да, а тело уже можно снижать, так? Очень славно. Ещё что смотреть на баночки с кремом? Что ещё там должно быть обозначено? На баночке с кремом там ещё обычно сейчас уже выпускают крема с защитой и от лучей А, и от лучей Б. И там написано тогда ОВА, ОВБ, через чёрную щу. То есть вот это вот наиболее такой совершенный крем, который блокирует оба вида лучей. Не надо забывать, что это всё равно не 100%. Да. То есть всё равно, используя все эти защитные факторы, мы должны выполнять вот те самые условия, о которых мы говорим. До 10, после 16, да, ни в коем случае с 10 до 16 не быть на пляже. Есть много интересного, что можно увидеть за это время, да, куда съездить и что посетить. Лучше вот это время посвятить вот таким делам. Ну и хранение кремов. То есть ни в коем случае крема не оставлять на солнышке, не закрученными, обязательно в тень, подальше куда-нибудь в сумку хорошо закрутить, чтобы не разрушались вот эти факторы защиты кожи. И ещё один момент, поскольку под воздействием солнечных лучей факторы, которые содержатся в кремах, тоже разрушаются. И через 2 часа, вот предположим, 2 часа прямого воздействия солнечных лучей на крем, да, крем на кожу, они уже превращаются в оксиды, которые сами по себе начинают действовать на кожу неблагоприятно. Поэтому рекомендации такие. Через 2 часа крем обновлять. Влажная салфеточка, стираем, не поверх наносим, а стираем то, что есть, а потом наносим свежий крем. 2 часа воздействия солнца. Не 2 часа, в принципе, потому что мы, например, нанесли крем, да, под солнцем побыли 10 минут, потом посидели в помещении, потом ещё мы суммируем время воздействия солнца. Да, да, да. Очень полезная рекомендация. Алла Числавовна, сейчас в программе мы вместе с нашими телезрителями посмотрим несколько полезных рекомендаций, затем продолжим беседу, смотрим. Есть некоторые мифы о солнечном загаре, которые мы сейчас развеем. Например, если кожа смуглая, она не нуждается в защите. Долгое пребывание на солнце может навредить любому типу кожи. Кремом нужно пользоваться каждый раз, когда вы подвергаетесь прямому воздействию солнечных лучей. Водостойкий крем не нужно наносить ещё раз после купания. На сегодняшний день не существует ни одного солнцезащитного крема, который был бы на 100% водоразбор. В воде содержатся солевые примеси, которые разъедают крем. Это значительно снижает уровень защиты. Поэтому крем необходимо наносить повторно после купания. Солнцезащитный крем мешает организму усваивать достаточное количество витамина D. Миф или реальность? Солнцезащитный крем действительно мешает коже усваивать витамин D. Однако дневную дозу витамина D человек может получить всего за несколько минут пребывания под прямыми солнечными лучами. И ещё один миф. В облачную погоду нельзя получить солнечный ожог. Облака не преграда для ультрафиолетовых лучей. Именно они основная причина ожогов, так как человек не чувствует, как сгорает дотла. Будьте здоровы! Алла Числавовна, про защиту, наверное, максимально полезную информацию вы рассказали. Но вот ещё есть такой момент, очень многие жалуются, что у них аллергическая реакция на солнце. Вот в связи с чем это бывает? То есть покраснение кожи. Это что, крем не подошёл? Это действительно водичка была прохладная, солнце там горячее. То есть какие-то вот природные моменты. Или это, может быть, косметика нанесённая дома? Ну, реакция на солнце, аллергическая, наверное, не за центральный термин. Это просто реакция некая, которую провоцирует солнце. То есть это могло бы не быть, если бы не было каких-то факторов, присутствующих в организме. И вот эти факторы могут быть совершенно разнообразны. Это может быть и внешнее, это могут быть и внутреннее. Вот да, мы говорили о косметике. Действительно, косметика, любая косметика, может содержать в себе такие вещества, которые являются фотосинтибилизаторами. То есть как раз они в сочетании с солнцем и дают вот такую реакцию кожи. Поэтому, конечно, косметика на пляже, ну, нежелательно. То есть это не солнышко виноват, ой, у меня аллергия на солнце. А это виноват, а там дезодорантик немножко, да, не подошёл солнечные лучи. Да, даже губная помада. Губная помада. То есть лучше какие-то специальные крема для губ, бальзамы. Бальзамы, да. Да, да, да. Чем меньше там содержится составляющих, тем лучше. Просто увлажнение. Да, ну и крема, это всё-таки крема солнцезащитная на пляже должна быть. А косметику на пляже мы в сторону. Алла Числавовна, вот сейчас просто тоже, это тоже ваша тема, вдруг внезапно прозвучит и неожиданно для вас вопрос. Ну, вот герпес, да, вот приезжают люди к морю отдыхать. Вот это то же самое, как у меня аллергическая реакция на солнышко, а оказывается не на солнышко. Точно так же и герпес. Я приехала к морю и заболела. То есть вот тоже… Это неумеренное использование солнца. То есть на самом деле, если мы перебираем солнечных лучей, то они начинают уже не использовать, работать в организме, они начинают снижаться иммунитет, да. А сниженный иммунитет, пожалуйста, активизация всех вирусных инфекций. Герпес – это вирус, который живёт в организме, да, до поры до времени он там… Отдыхает. В подавленном состоянии иммунитет работает. Иммунитет местный снизился, пожалуйста, герпес здесь. Поэтому вот когда… Ну, это очень обидная ситуация. Это очень обидно, когда ты приезжаешь погреться, да, на солнышке, поваляться там, позагорать. И перегреться. И перегреться. То есть, я говорю, сегодняшнюю программу просто посвящаем тому, что, пожалуйста, пожалуйста, все рекомендации, да… Золотая середина, умеренность во всём. Умеренность косметики не нужна, если только она не лечебная, там, необходимо, да, что-то, средства защиты. Алла Вячеславовна, вот этот вот ожог, который вдруг получил, мы не будем говорить. Этим летом у нас все всё будут знать, все будут ваши рекомендации использовать. Но вдруг ожог, мало ли, в очередь за арбузом стоял, и плечико подгорело, да, потому что сарафанчики. Значит ли это, что в следующем году или там через месяц вот это вот место уже будет всегда болезненное, ему нужно на теле уделять особое внимание? Ну, это не стопроцентно, потому что всё-таки кожа имеет свойство отстраиваться, восстанавливаться, то есть она начинает страдать, когда на неё бесконечно, постоянно действует один и тот же фактор. Например, человек постоянно сгорает, да? Ну вот он сгорел, ну и ладно, и опять буду загорать, и снова сгорает. То есть пренебрегает вот этими мерами защиты, и, ну, ну, как бы вот такой нелюбовь к себе такая, да, скрытая, да, скрытая нелюбовь к себе. Тогда, конечно, кожа рано или поздно уже перестаёт отстраиваться, и эти места начинают реагировать в первую очередь. Да, да, да. Алла Числава, давайте про детишек скажем. Вот просто я говорю, все всё знают, и панамочки, и крем, вы замечательно рассказали про крем, все записали, да, циферки, буковки. Ну вот детишки. Ну, я бы детей до трёх лет вообще не выводила на загар вот так, как загорают взрослые. Да, да, да. То есть это в теньке, это зонтики, там пусть они там играют, лепят что-то из песка, но обязательно под зонтом, под рассеянными солнечными лучами. Кожа ребёнка, мы же понимаем, загар – это разрушение, да, и ответная реакция кожи как защита. А у детей она ещё так не сформирована. То есть там нет ещё клеток полноценных, которые вырабатывают пигмент, они просто не способны защититься от вот этого разрушающего воздействия. То есть аккуратненько, не надо. Котокремами под зонтиком. Под зонтиком и побегать, наверное, вот в 9 утра, там, в 5 вечера, да? Да, да, именно то время, которое мы оговаривали. И водичка в море наиболее всего. Да, да, и вода питьевая обязательно. Да, вот. Обязательно питьевая вода, потому что через кожу, загорая, на юге дети очень много теряют воды. И обезвоживание – это не полезно. Анна Ильич, славна, очень много вопросов ещё. Но я думаю, может быть, немножко остановимся вот грибок. Хотя бы вот несколько предложений. Потому что угревоусы просмотрели какие-то кожные заболевания. Вот что сделать с грибком? Многие считают, что он поедет к морю, и проблема просто сама собой исчезнет. Не надо здесь ни препаратов, никаких, ничего. Ну, грибок, грибку рознь. То есть если это абсолютные патогены, например, ногтевые грибы, да, или микроспория, та же, которая заражается от животных, тут однозначно нет. А если это условно-патогенные грибы, которые, допустим, вот многие, кто болеет, знают, разноцветные лишения, так называемые, когда кожа пятнистая становится, там, да, действительно, солнце может излечить. Но при этом мы получаем пятна, белые пятна на коричневой коже. Алла Числавовна, огромное вам спасибо, огромное вам спасибо за беседу. Вопросов очень много. Дорогие друзья, еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. В жарких странах даже нормальной коже нужна суперзащита в первые 4 дня. Так как солнце там более активно, и нашей коже необходимо время, чтобы приспособиться к такой перемене. После защиту можно ослабить. После активного загара клеткам кожи на восстановление требуется около 4 дней. Если же кожа подвергается продолжительному солнечному воздействию, разрушительные процессы проходят быстрее, чем восстановительные. Нужно об этом помнить, чтобы не было проблем со здоровьем. Будьте здоровы! Алла Числавовна, огромное вам спасибо за беседу. Вопросов очень много, потому что это солнце. Но ваши рекомендации будут полезны всем нашим телезрителям. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. Я хочу, чтобы вы помнили, самое главное, что красота – это здоровье. Поэтому будьте здоровы. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»